Добрый день. Значит, третий вариант реализации шифрования пользовательских данных. Значит, попытка квартирования библиотеки eCryptFS абсолютно пришлось. Соответственно, в предыдущей презентации, что мы хотели с этого проиметь. Используем RSDK для разработки ACFD-SHOS, сборки пакетов, UML-программирования, ну и вообще, в принципе, работают с EFISH и устройствами. Значит, к чему пришли? Значит, в сердце eCryptFS файл-систем были взяты спеки с готового RPM от OpenSUSE 12.2, необходимые зависимости доставили. Посмотрели, что не хватает, выпилили, убрали, в зависимости от GTK, значит, что еще, SWIFT, ETHON частично убрали. Значит, данная библиотека позволяет вот через вот эти хитрые библиотеки работать с TPM-модулями аппаратное криптошифрование. Значит, NSS, ключи сетевого шифрования аппаратило, но пришелся, а не просто NSS, более старая версия. Значит, по результатам работы, чего мы смогли добиться, значит, компиляция проходит на линковке, соответственно, Define Reference функция, потому что версия библиотек в Selfish старовата. Соответственно, варианты решения либо мы энкрипты спускаемся на несколько шагов назад и собираемся тем, что есть, либо пытаемся, значит, в системной библиотеке поднять до этого уровня. Ну, то есть, в этом плане мы получили опыт работы с MRSDK, с кросс-платформной программируемой в плане сборки именно под разную архитектуру, а не платформой VideoOS. Ну, то есть, вот такие вот вещи. Это закрыли мы по поводу первого, так сказать, проекта. Второе, это QML Development. Ну, здесь не очень хорошо видно, но это, так сказать, проект в том виде, в котором планировалось создание приложения с количеством экранов, менюшки и так далее, значит, при этом сама работа с использованием C++ и QT-шных библиотек, значит, шифрование, монтирование, то есть, все это реакционно в промежуточных классах и, значит, промежуточных методах. По поводу векторов атак, значит, отслеживание сигналов системы Lock-Unlock Data Overconnection, значит, Lock-отмонтируем криптосистему, значит, при пробуждении устройства, соответственно, монтирование по паролю либо пин-коду, при подключении даты либо мукового кабеля, мы убираем из оперативного устройства хэш, который с помощью функции getHash и пина мы можем получить хэш, с помощью которого файловая система была смонтирована. То есть, если у человека есть доступ к устройствам и доступ к оперативной памяти, там, не знаю, WTB, Walgreens, и он может посмотреть АЗО, то он увидит уже, так сказать, закриптованный набор символов, и, соответственно, не сможет по нему определить начальник ключей шифрования. Кроме этого, значит, связь сигналов с лотом к e-mail, нативного приложения, использования нативного QTRA для операции длительного времени, ну, то есть, это помещение в контейнер, извлечение из контейнера, ну, и, соответственно, сообщение в систему по поводу процентов выполнения. Значит, отличие от предыдущих, так сказать, докладчиков, это в iFOOX, значит, они шифровали раздел, в данном случае eCryptFS позволяет нам папку сделать контейнер и туда помещать содержимое. То есть, соответственно, в полме папка контейнер туда помещаем, что необходимо зашифровать, на исходном месте делает сим-линг. При монтировании криптоконтейнера сим-линги становятся активными, и, соответственно, пользователь их использует в обычном режиме. Ну, вот, внутри, так сказать, кода и, то есть, экспериментирование, классы и так далее. И, соответственно, эмуляторы, ну, это, так сказать, условно, ну, к сожалению, антопс. Ну, соответственно, при монтировании появляется ковар, который позволяет нам определить с мотивом, с мотивом произвести быстрое отмонтирование системы. Значит, так, извините название, статус. Так, значит, что еще у нас тут есть? Содержимое ковар и, соответственно, сейчас пока не реализовано помещение в контейнер. То есть, нативные классы QT-шные есть, но связка ковмела отвертки с бизнес-логикой, так сказать, пока еще не реализовано. Так, понятно. Спасибо. К сожалению, на вопрос времени у вас не осталось.